Всем привет друзья, с вами Влад. В этом видео я вам скажу, что нужно купить на рынке, чтобы хорошо окупиться. А в этом видео тот самый конкурс на Flipknife, который я уже давно обещал. Короче, осталось самое простое. Если вы уже подписаны на канал, осталось просто оставить в комментариях свой ID. И чем больше комментариев с вашим ID, тем больше шанс в следующем ролике получить Flipknife Dragon Glass. Но ребята, которые не подписались, вы не расслабляйтесь, потому что у меня есть список подписчиков. Если я найду победителя, например, по комментарию, посмотрю на его ID, зайду в профиль, либо чекну в списке подписчиков, есть ли он у меня в подписках, если нету, то я ищу следующего победителя. Так что ты должен обязательно быть подписанным на мой канал, чтобы выиграть нож. Flipknife Dragon Glass. Итак, что же нам нужно покупать? Мы сейчас будем выяснять на рынке, в прямом смысле слова. То есть я заранее не подумал, что мы будем покупать, потому что все зависит от обстановки на рынке. Но прежде чем мы пойдем на рынок, я вам хочу кое-что рассказать. Кстати, для кого показалась моя речь слишком медленной, то включайте x2 скорость просмотра видео. Это я просто сутку не спал, и мне слишком сложно сейчас вообще разговаривать и что-то говорить на ютубе, и вообще видос снимать это очень сложно. Ну, начнем мы немножечко с предыстории. Когда вышел первый пас, который вышел после этого на рынок, это 2 Ерс. Не только я, но и все игроки с AVM 2 Ерс окупились очень жестко, когда они стоили по 400 голды, а мы их продавали потом по косарю. Это очень выгодно. Это уже вы должны запомнить как историю, как, как бы вам сказать, как классику игры. То есть когда выходили скины с паса, мы сразу же все окупали, все трейдеры. И сейчас должно происходить так же само. Если сейчас за 9 ревивл пас, точнее не за 9, без за 9, так вот, ревивл пас выходит на рынок, то вы, естественно, закупаете скины, а не сразу же продаете. Вот, например, мне выпало Аркана Брелок. Я думаю, мало кому вообще брелки Арканы выпали, даже легендарки очень редкие, именно из паса Ревивл. Так что я решил оставить его у себя в инвентаре. Я не буду сразу продавать, и я уверен, что этот брелок вырастет еще больше и больше. И тем более брелок Чиби Джой. А как мы знаем, уже, кстати, по комментариям подан моими видео, что Чиби Джой очень сильно ценится в комьюнити, то есть этот брелок для всех очень сильно важен. Так вот, те ребята, которые сидят с Арканами, брелками у себя в инвентаре, если вы сейчас смотрите вот это видео, то не продавайте сразу же. Посмотрите внимательно на цену и подумайте, стоит ли продавать или нет. И только после этого решайтесь на продажу. Потому что сделайте не такой шаг, неправильный, не в ту сторону, за 2000 случайно продадите и все. Это минус сразу Аркана и минус ваша голда. Стоит ли на данный момент покупать пас? Во-первых, если все уровни пройдены до перчаток, то да. Если нет, то смысла покупать пас абсолютно нет. Но если вы покупаете пас ради того, чтобы после этого задонить на уровне, то я одобряю это, потому что все может быть, какие-то Арканы, даже статрековские могут выпасть. И плюс, вам даются кейсы, с которых можно выбить нож. И кстати, я вам рассказываю последний шанс получить промокод на голд пас. К огромному сожалению, мне почему-то отказали и мне не выдали промокоды на пас. Я, кстати, попросил. Ну, посмотрите мой предыдущий ролик, я говорил об этом, что я уже просил брать промокоды на пас. Но пока же там у них трудности и мне ничего не выдали. И я тут подумал, блин, другим ютуберам, если выдадут, обязательно зайдите на их каналы и попробуйте словить эти промокоды. Потому что пас это почти самый главный способ трейда в стенд оф 2 на данный момент. Вот я, например, за 9 паса уже окупил примерно 300 тысяч голды. Для меня это не маленькая сумма, но и не сильно большая. Но это очень отличный результат. Теперь насчет паков. Хэллоуин паки, ребят. Успокойтесь те, кто волнуется, что они их не продадут в окуп. Все вы сможете. В будущем немножечко нужно подождать. Полгодика. И вы все продадите в окуп. Просто сейчас на нормальные люди все заруинили. Скоро все забустится. Скоро все пойдет только к лучшему и к верху. Нужно просто иметь терпение. Огромное стальное терпение. Потому что без него у вас ничего не получится. И вы не сможете никогда натрейдить что-либо в стенд оф 2. Если бы не мое терпение, мой бы инвентарь уже стоил максимум 1200 голды. Это максимум. Ну там пару ножей было бы по-любому. Сейчас мой инвентарь стоит больше 400 тысяч голды. Вот как это работает. Чем больше вы ждете, чем больше терпите, чем больше вы вкладываетесь в какие-то скины, тем больше шансов окупиться. Погнали короче на рынок. Сейчас расскажу еще пару лайфхаков. Как можно с нуля поднять сразу 200% окупа. Но, предупреждаю, ну это немножечко не с нуля, но все же это возможно. К огромному сожалению у меня тупо. не получилось подключиться к стенд офу. Не знаю какая причина на это, но просто загрузка не идет. Я перезагрузил кучу раз, у меня еще какие-то ошибки вылазят. То есть типа, ой, это не бан, это просто сервера, это бтб. Так что мне придется вам просто рассказать, что нужно купить на рынке. Во-первых, это наклейки новогодние. С первого пасса новогоднего 2020 Madness. Почему? Потому что они стоят сейчас 70-60 голды. Через некоторое время уже будут 150, 120, 130. И это гарантированный окуп. И самые прибыльные наклейки, ну нужно хотя бы косарик иметь, голды на аккаунте, чтобы их покупать. Это рарки Хэллоуин, которые подорожали один момент, ну точнее подешевели сейчас на 250 голды. А вот 3 месяца назад они дорожали до 600, до 500 голды. И это 2,5 раз окуп, понимаете? 2х5 окуп. И мне кажется, кстати, за 9 пасс и там был Сатрековский Face 7 зона. Мне кажется, уже поздно его закупать. Ну можно, в принципе, закупить по 40 на заказе, если вы будете его продавать по 100 голды. А сейчас, я не знаю, ребят, это жесть. То есть, они уже подорожали по 48, по 40. И покупать, чтобы продать потом за 60, это невыгодно. Если у вас есть терпеливость на длительном периоде, то есть вы сможете долго терпеть, ждать, пока вырастет скин. То обязательно закупайте Face 7 зона 100 трек. Кстати, MP7 2 years red легендарка. Что с ней делать? Недавно я закупал кучу штук и просто ждал, пока подорожают. Я очень много их закупал, закупал, закупал. И нифига не произошло. Я не знаю, почему так получилось. Никто больше, кроме меня, не хочет их покупать. Подписчики покупали, но очень мало. По одной штучке это очень мало. Это овер мало, и мы просто не смогли вытащить скин. Возможно, если бы я стримил, то мы что-то изменили. Но на данный момент влияние на рынок я сильного не имею. Так что сорян. Ну, в принципе, все. Я объяснил, что можно купить и как нужно действовать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока удачи. Sorry за дикцию. Я очень хочу спать. Субтитры сделал DimaTorzok